Галстук произошел от шейного платка, такие платки носили еще в древности, например, в Древнем Риме и Древнем Китае. На многих воинах знаменитой терракотовой армии можно увидеть такие аксессуары, причем часто завязанные причудливым образом, в то время они, скорее всего, могли применяться для утепления области шеи. Позднее, когда появились металлические доспехи, люди носили платки, чтобы доспех не натирал и не ранил шею. А еще позднее, в среднее века, шейные платки и банты использовались как украшения. Их популярность росла со временем, в 1827 году известный писатель Анаредо Бальзак выпустил трактат «Искусство ношения галстука». Нынешний же вид галстук приобрел почти век спустя благодаря американцу Джесси Ландстерфу. Сейчас галстук – один из немногих обязательных аксессуаров для мужчины, одевающегося в деловом стиле. По галстуку часто можно сказать, насколько внимателен и скрупулезен его обладатель, ведь правильно подобранный галстук с красивым узлом завершает и дополняет мужской образ. И не зря говорят, что дьявол кроется в деталях. Существуют тысячи способов завязать галстук. В этой статье мы продемонстрируем несколько схем завязывания галстука, которые уместны в любой ситуации, от обеда с коллегами до торжественного приема, и не подразумевают больших трудозатрат. Классический галстучный узел завязывается на приподнятом воротнике. Следуя по шаговому алгоритму, узел Виндзор формирует симметричный выпуклый треугольник. Такая форма хорошо подойдет для рубашки с мягким средним или широким воротником. Этот вид галстучного узла изобрели в Англии в подражании стилю герцога виндзорского. Как пошагово завязать галстук узлом Виндзор, четвертной узел, один из самых известных способов завязывания галстука. Он стал популярным благодаря своей простоте и универсальности. Консусообразный, слегка асимметричный узел подойдет под любой воротник. Бабочка идеально подходит для торжественных мероприятий с вечерним дресс-кодом. В паре со смокингом он создает классический джентльменский образ. Как сформировать аккуратную бабочку. Для детей производители предлагают упрощенный вариант – галстук на резинке. Ребенку справиться с таким аксессуаром гораздо легче. Лучшие материалы для детских галстуков на резинке – шелк, атлас, жаккард, шерсть. Эти ткани выглядят добротно и качественно. Галстук на резинке практичен, поскольку узел зафиксирован и не требует ежедневного завязывания. Однако, если галстук все-таки распустился, важно знать, как реанимировать вещь. Чтобы вам было проще, мы подобрали видео, как завязывать галстук. Как видите на вопрос, как красиво завязать галстук, существует несколько достаточно простых ответов. Мы уверены, что, разобравшись с вышеуказанными способами, вы легко освоите и более сложные и утонченные узлы, такие как Тринити или Элдридж. Вот как они выглядят вместе с некоторыми другими вариантами узлов. Но только лишь одного правильного узла еще недостаточно, есть некоторые нюансы, знания которых покажут, что вы настоящий АЭС по части использования аксессуаров. Например, когда без галстука не обойтись, а когда он будет уместен. Выбрать и носить галстук не так просто, как может показаться. Неправильная длина или ширина аксессуара, лишние украшения или неуместный принт могут полностью изменить впечатление о вас как о деловом партнере, например, вряд ли вы наденете на торжественный ужин галстук с легкомысленными картинками. Мы собрали для вас несколько базовых правил, следуя которым, вы не совершите ошибку. Нюансов в ношении галстука достаточно много. Но все вышеописанное не слишком сложно в реализации. Немного практики, и вы без проблем освоите простые способы завязать галстук, которые мы здесь продемонстрировали. Уверены, вы будете великолепно выглядеть в любом образе, который потребует галстука, и сможете блеснуть хоть на встрече с партнерами, хоть на приеме у британской королевы. Фото-шатерсток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова